всем привет меня зовут николай шмичков и сегодня мы постараемся поговорить на тему почему людям иногда не нужно seo продвижения вы наверно скажете николай вы наверно заболели как это не всем нужно seo продвижение так вот я вам скажу не всем бизнесом нужно seo продвижение в том виде как мы привыкли его понимать это допустим собранное количество огромных ключевых слов это разбитая семантика по кластерам и продвижение именно по этим запросам и желание продвинуться по всем запросам в топ иногда вам попросту это все не нужно и вы скажете почему так не нужно да по одной простой причине причина она называется конкуренция вы не сможете возможно по всем запросам стать в топе стать идеальным и стать известным единственное чем вы конечно можете стать известным это создать себе имя и за счет этого seo продвижение конечно нужно понимать и по поводу брендового продвижения мы рассказывали много чего в наших вебинарах рассказывали много и в других роликах но сегодня мы поговорим исключительно почему людям не нужно вкладываться иногда в seo продвижение и сейчас я хотел бы рассказать яркие примеры почему это стоит делать почему на это нужно обращать внимание прежде чем вы планируете продвигать свой сайт например у нас вы сами понимаете мы уже давно как бы занимаемся seo продвижением если не ошибаюсь анатолий с 2009 года он начал создал seo studio уже в 2012 году я присоединился к анатолию именно в плане seo продвижения уже в 2016 году то есть достаточно довольно таки большой срок но при этом мы поняли что достаточно сложно продвигаться в этой нише когда тебя никто не знает и уже есть застоявшиеся конкуренты и мы конечно же делали то что изначально делали то что делают пытаются все пытаются зайти везде и всюду и мы также пытались продвигаться по seo мы продвигались даже теми же методами которыми мы продвигались и у нас это не получалось причина на то безумно сильная конкуренция в первую очередь я постараюсь вас научить правильному анализа конкурентов чтобы вы могли понять откуда конкуренты берут трафик и здесь мы возьмем посмотрим несколько сайтов по одной из тематик и посмотрим откуда же они берут сайты и покажу вам это на наглядном примере попросту сейчас посмотрим как при помощи банальной бесплатной версии similar web узнать ключевую информацию о ваших конкурентах возьмем такую тематику как вот эти игроки которые платят другим игрокам warcraft и подобные игры и получают за это там плюшки платят за то чтобы их пронесли вот я нашел такой вот допустим сайт blazing boost вот посмотрим на этот сайт и посмотрим откуда уже он берет трафик для этого мы заходим на similar web и на similar web мы переходим на бесплатную версию мы не входим в никакую пока платную версию и вбиваем наш сайт и смотрим информацию об этом сайте если он выбило его в списке сайтов значит он есть у них системе и по нему есть какие-то данные если сайт вы ввели неверно то данных нет можно посмотреть по какой месяц идут данные они всегда идут с определенным отставанием вы должны это понимать следует помнить что данные по трафику он берет по своей системе и они у не является относительно насколько они точны можно конечно же проверить мы можем потом проверить на seo quick и посмотреть как это реализовано них мы можем посмотреть с каких стран этот сайт получать больше трафика как мы видим самая оптимальная страна германия поэтому это задаст задуматься всем кто занимается подобным видом бизнеса что наверное в америке с этим будет туго а вот в германии спрос на это есть и почему бы и нет в германию не вкладывать сейчас больше инвестиций потому что например этот blazing boost берет трафик с германии возможно там аудитория более теплая в то время как в сша она может оказаться слишком дорогой смотрим источники трафика и что мы видим есть прямые переходы это значит эти переходы он не может классифицировать как например вот у меня в google аналитики если зайти на наш сайт seo quick можно зайти и увидеть что огромное количество директ переходов от новых пользователей непонятно откуда поэтому действительно директ перехода это некий трафик который не идентифицируется возможно он идет через какие-то шорт-коды через все что угодно и это не идентифицируемый трафик рефералы это собственно трафик который можно идентифицировать из каких источников он сделан и соответственно search это поисковый трафик но внимание это не seo трафик надо внимательно смотреть что это за трафик social это трафик из соц сетей mail это трафик из рассылок в вернувшейся а дисплей это трафик из баннерной рекламы это не обязательно google ads это могут быть разные баннерные сети вы должны понимать что в google ads некоторые тематики проблемные с модерацией но другие баннерные сети вполне себе предлагают размещение рекламы вы наверное сами заходили на всевозможные онлайн казино то есть не онлайн казино на всякие онлайн кинотеатры и там реклама казино всего чего угодно все что в нормальной ситуации модерацию не пройдет там себе прекрасно висит и конечно же крутится и ловит свою аудиторию поэтому смотрим внимательно отчет по similarweb что мы в нем увидим и в similarweb мы видим сейчас обзор то есть рефералов мы можем увидеть с каких источников вероятно сайт получает трафик и вот здесь вы можете посмотреть откуда он берет эти страницы откуда трафик он берет мы можем перейти и пересмотреть все эти сайты ну непосредственно в живом режиме что это за сайты возможно так откроем сейчас первый павшийся из них это какой-то агрегатор да это агрегатор всех этих сервисов я так понял или нет нет это не агрегатор это список игроков как я понял которые там что-то с чем-то славится арена мэйд ну окей чек pvp тоже какой-то сервис но они с него рекламу берут on it core ком и легион фарм смотрим эти все сайты это форум легион фарм но это какой-то коммерческий сайт как я понял кто в курсе может быть теме но он с него гребет трафик то есть если мы увидим трафик идет который сразу идет на этот blazing boost то есть идет перелив трафика на этот blazing boost search traffic обратите внимание что 73 процента конечно идет органики но из них это это брендовый трафик то есть 15 процентов из этого числа это брендовый трафик вы должны это понимать и здесь 26 процентов это контекстная реклама и вы видите здесь разные ключевые слова как узнать все эти ключевые слова из контекста мы об этом расскажем чуть позже так что я рекомендую досмотреть конечно же ролик до конца почему потому что мы сейчас смотрим бесплатной версии similar web что мы можем увидеть в бесплатной у кого есть платная напишите в комментах будет очень интересно обсудить мы честно говоря платную версию similar web не покупали не нашли для этого применения я считаю что этот сервис типичен для маркетологов для опытных интернет маркетологов которые выбирают эту стратегию продвижения но даже базовой бесплатной версии достаточно понять какие каналы используют конкуренты для привлечения трафика то есть первый пункт мы изучаем конкурентов и бесплатным способом мы можем всегда посмотреть затем мы смотрим что он берет трафик из ютуба мы можем посмотреть откуда он берет трафик из ютуба и при конечно же при попытке использоваться similar web то есть можно его воспользоваться тут бесплатным то есть само собой можно перейти и зарегистрироваться но мы этого делать сейчас не будем вот едем дальше и смотрим display advertising и мы видим топ паблишеры это где он берет эту рекламу то есть на каких веб-сайтах он делает рекламу и объясняю это сайты на которых эта реклама показывается это не сами сервисы с которых он его ловит но мы можем увидеть что есть топ от нетворки и мы видим что всю рекламу он выкупает из сервиса adroll что это значит это значит google display network дает ему мизер рекламы а adroll это большая часть потенциального трафика этого сервиса если вы до сих пор еще думаете что вы будете только за счет контекстной медийной сети сидеть вероятнее всего вы можете прогореть потому что ваш конкурент сидит на этом adrolli и выгребает весь трафик оттуда причина возможно из-за модерации я беру специально выбрал этот пример потому что мы с этой нишей сталкиваемся в часто сталкиваемся в бурже и в контекстной рекламе часто сталкиваемся и знаем уже про этот нюанс есть также системы атлас есть other другие системы которые тоже можно посмотреть я считаю что similar web pro нужно брать владельцу бизнеса маркетинговому агентству обязательно для того чтобы видеть всю эту картину и если вы все-таки решитесь воспользоваться similar web вы можете конечно же зарегистрировать 10 дневную пробную версию чтобы посмотреть что вы там увидите 10 дневная пробная версия правда может пройти но большую часть анализов вы сделаете поэтому для того чтобы зарегистрировать пробную версию просто пройдите банальную верификацию укажите все личные данные и попадете в личный кабинет уже полноценного similar web хотя большая часть отчетов еще будет недоступна и так мы зашли вот собственно в similar web уже полноценный рабочий инструмент здесь мы можем посмотреть общие данные по сайту вот собственно я вот вижу что собственно предлагает мне эту пробную версию посмотреть можно то что нас интересовало откуда вот как мы видим большая часть данных у нас еще закрыта потому что нужно получить доступ к рекламе к ключевым словам конкурентам и конечно же вот можно посмотреть конкурентов которые предложат similar web и посмотреть ну на собственно насколько они похожи с вами с кем они откуда не берут трафик и тому подобное то есть вы можете изучить любого конкурента своего сайта и посмотреть его данные что довольно таки удобно то есть можно вот посмотреть анализ этого веб-сайта и вот сейчас мы забьем этого конкурента и уже будем смотреть полноценно конкурента и видеть всю его всю его информацию откуда он берет трафик когда у него был прирост собственно от какой у него тип трафика органика seo платная реклама дисплей реклама то есть собственно мы можем зайти посмотреть конкретно overview по этой теме и посмотреть какие виды рекламы вот он ловит и и соответственно мы можем посмотреть от прямые заходы google поиск другие виды поиска и собственно да 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 апгрейд это все понятно что мы видим только исключительно апгрейд версии то есть наша цель интересует конечно же посмотреть как какие виды рекламы он берет нас интересует в частности платная поисковая реклама и конечно же это всегда можно посмотреть вот на дисплей от можем посмотреть дисплей от откуда он берет сервис из каких сайтов он получает трафик и того на самом деле прежде чем ломиться все всегда посмотрите откуда ваш конкурент гребет трафик очень часто может оказаться что из поиска он практически трафика не берет и может оказаться что он вообще сидит только в контекстной рекламе а единственный запрос который он продвигает это вообще брендовый вот например мы можем проверить вот этот в вендор например если посмотрим девайс из дистрибьюшн можно посмотреть сколько трафика с десктопа сколько с мобайла как мы видим с десктопа он получает трафика больше чем с мобайла что в основном он берет трафик исключительно в какое какое у него частоты и тому подобное но нас интересует конечно же страны как мы видим германия у него на втором месте в то время как у того сайта было на первом то есть как вы видите этот сайт конкурирует больше в штатах он более известен в штатах то время как германия идет на втором месте united kingdom только на третьем то есть выбор страны выбор вида трафика здесь органики 78 процентов платного 21 процент если посмотреть search overview этого сайта обратите внимание и search большая часть трафика ну как бы не больше приличная часть трафика брендовая то есть органика у него сонаре 21 процент это платный трафик 26 процента брендовый трафик всего лишь половина оставшаяся трафика даже чуть меньше это сел трафик вдумайтесь в эти цифры то есть не 90 процентов сел и 10 процентов бренда и ноль контекста а именно такие пропорции поэтому изучая конкурентов сделайте сводку сколько трафика они получают из поиска и какой он четко сегментируйте брендовый трафик не брендовый трафик и само собой платный он или нет и конечно же всегда изучайте какие к с какими конкурентами он пересекается поэтому выбирая канал продвижения выбирайте правильно помните что выбор стратегии решает многое также выбирая стратегию продвижения это допустим социальные сети или не социальные сети точно также можно при этом что similar вебе посмотреть по вашим конкурентам откуда он получает трафик откуда он берет весь этот трафик и вот мы сейчас посмотрим вот этот по социальным сетям частности берет весь трафик из фейсбука и из ютуба в то время как другие сайты было наоборот ситуация например если зайти на наш сайт например то есть допустим зайдем на любой другой сайт и я сейчас зайду допустим на арена мейтнет хотя это не конкурент не давайте вот мы там и blazing буст зайдем еще раз посмотрим на blazing буст и обратим внимание что здесь будет другой social так подгружается здесь на первом месте будет youtube в отличие от фейсбука то есть что это значит это значит что выбирая стратегию вы должны смотреть на конкурентам откуда они еще берут разный социальный трафик учитывайте что они продвигают к откуда не берут рекламу и любые другие методы ведь реддит трафик с реддита даже трафик из вконтакте социальной сети хотя она правда не популярна там скорее следовой трафик ватсап в веб-приложение то есть люди пользуются активно ватсапом за рубежом это значит это просто есть следовые ссылки которые рассылаются в ватсапе ну ссылочки на сайт для того чтобы заказать но огромное количество трафика они гребут с ютуба и потом фейсбук что это значит это значит что выбирая тоже seo стратегию вы должны понимать примерное будущее распределение вашего трафика сколько вас будет по e-mail'ам сколько будете грести с рефералов сколько вы хотите грести социалов и сколько вы грести должны с органики и редко когда клиент говорит я хочу продвигаться на сто процентов из seo и больше говорится ничего не делать такого не бывает мы когда создавали свой сайт два года назад у нас почти не было органики просто и было очень мало вот зайдем посмотрим вот сейчас на наш сайт вот мы зайдем сейчас выберем все от всех пользователей и посмотрим всех пользователей какая картина у нас допустим по нашему сайту и сейчас вот если вы зайдете источник каналы и возьмем то есть у нас не с 1 октября возьмем какую-то статистику побольше возьмем давайте давайте с тем с 18 года и сделаем статистику по месяцам как вы видите трафик у нас был очень слабым но с этого месяца у нас собственно и пошел тот самый рост и что мы для этого сделали я вам коротко расскажу мы в первую очередь поняли что одним seo вот этот период времени мы не могли ничего сделать просто вот у нас вот если мы посмотрим сейчас вернувшихся на мне постоянно ругается минуточку если же мы возьмем сосредоточим нашу работу исключительно на выборе только одного seo трафика то мягко говоря по органике в тот период у нас было все очень очень печально то есть она практически лежала плашмя то есть вы можете увидеть в месяц было тысячи человек ура 2500 то есть вот тут у нас пошел рост реально мы чувствовали этот рост чувствовали здесь у нас был спад то есть прошлым летом у нас был спад и мы понимали что seo это конечно все хорошо но seo не всегда гарант вашего успеха то есть у нас он был рост мы себя продвигали но нам не хватало seo трафик шел на очень слабо что такое сейчас на самом деле 6000 пользователь когда конечно сейчас 11000 да что такое 6000 пользователей мы возьмем этот диапазон два года вы просто можете сидеть с этим бизнесом и прогореть если у вас очень малый трафик еще и важен какой он трафик на какие страницы он идет это все тоже очень нужно знать у нас была серьезная проблема к нам шоу первое время нерелевантный трафик мы с ним возились потому что мы взяли стратегию тонкого контента написали статью по смежной тематике она дала огромное количество трафика но практически не дало ни одного клиента но стоило написать вторую статью уже по более четкой тематике клиенты пошли то есть не всегда гарант что вы продвинетесь по органике это вот этот период у вас вырастут клиенты так как у нас клиентов как таковых практически не было и это была серьезная проблема и вот мы вот в это заметили что у нас не идут лиды не идут говорится клиенты и собственно это и той самой проблемы мы начали уделять внимание исключительно другим видам трафика и этот вид трафика у нас был youtube да наш youtube канал то время мы его активно начали развивать и я сейчас просто покажу вам наш youtube канал и поймете почему youtube канал действительно очень эффективный метод привлечения трафика многие youtube игнорирует и на это есть миллион причин каждый называет разные причины почему youtube ему не выгодно ему дорого вот софиты поставить или камеру купить или вот экран повесить ну разные причины все ищут разные причины или микрофон например купить новый зачем-то дорого или например монтировать нет времени в общем напишите каждый вот в комментариях отмазки почему он не создал youtube канал до сих пор еще и не развил и не снимает на нем ролики просто придумайте ну пять топ отмазок почему вы до сих пор не сделали youtube канал вот просто хотелось бы увидеть а сейчас я вам покажу на примере нашего сайта на примере нашей аналитики наш youtube канал изнутри многие интересуются что у вас там внутри а я сегодня вам показываю можете зайти посмотреть это здесь нет ничего сверх сверх и я хочу объяснить вам почему youtube это круто и почему youtube следует заниматься и мы сейчас зайдем и посмотрим статистику по допустим источнику трафика за все время итак мы сейчас посмотрим на google аналитику и посмотрим точнее на youtube аналитику и выберем те самые результаты просмотра которые вот вам нужно получить если вы до сих пор еще пишите думаете отмазки что вы придумали я сейчас покажу как действительно трудно было создавать youtube канал но каким успехом это приведет и конечно же мы сейчас выберем ситуацию это просмотры время просмотра в часах каждого ролика и мы можем увидеть что время просмотра у канала у нас тоже началось вот это тот самый период когда мы не знали как себя раскрутить мы начали создавать ролики они не всегда были успешны и это было действительно той самой проблемой с которой мы не могли никак справиться но потом собственно пришел тот маленький успех который меня фактически принес большую часть подписчиков большая часть просмотров этот ролик вот я его сейчас вам вывел это ролик google adwords про настройку рекламы наверное многие его уже смотрели кто не смотрел сходите посмотрите он очень большой такой тяжелый в нем много показывается всевозможных элементов которые я рассказываю по мелочам правда некоторые элементы уже устарели сейчас пишется новая версия ролика я думаю скоро закончу это же выложу к нам на канал вот второй ролик который был это анатолия seo продвижения полный гайд сейчас практически не популярен но есть также google аналитика для новичков которая тоже отлично себя показывает ну конечно на фоне всех роликов которых уже огромное количество они конечно следовые то есть но что следует обратить внимание вы тоже видите вот эту кривую как она растет это не значит что seo является единственным источником привлечения к себе внимание мы столкнулись с тем что по конкуренции мы не могли по seo передавить наших конкурентов и мы начали вкладываться в youtube вы сейчас нас смотрите благодаря youtube пик популярности пришел когда роликов стало выходить больше мы вычислили оптимальный хронометраж мы вычислили оптимальный как бы формат подачи контента не все ролики у нас были удачные некоторые ролики попросту были отвратительными нам они даже сами потом и не нравились но мы ничего не удаляли почему это наша история как мы снимали этот контент и проследить хронологию как мы снимали ролики от начала до конца может любой сейчас пойти посмотреть как мы снимали ролики и это будет хрестомантийная энциклопедия как в принципе развивать youtube канал для новичка просто имея камеру имея софиты имея зеленый экран в программу для монтажа и немножечко творчества то есть само собой не все ролики дали успех как вы видите разные ролики дали разные цифры результатов ну и конечно же ключевой показатель это подписчики подписчики конечно же начали расти гораздо говорится вот можно проследить с какого момента подписчики резко начали расти да это тот самый ролик по google adwords у которого уже говорится до чертиков месяцев и этот ролик собственно и сработал ну и соответственно это не значит что youtube вот вы сняли ролик и он там себе висит и приносит вам подписчика нет нужно постоянно подпитывать себе интерес привлекать новую аудиторию делать все для этого и работать над этим и поэтому youtube это то что должно приносить вам постоянно все больше и больше людей также следует посмотреть что у вас может быть такая ситуация что ваши ролики могут смотреть за пределами youtube то есть некоторые ролики могут просто забирать к себе в соцсети куда угодно и там смотреть например ролики на 8 видите на других проигрывателя на других сторонних ресурсов какие-то сайты нас взяли почты всевозможные другие сервисы взяли этот ролик и начали его размещать обратите внимание это очень важно потому что ваш созданный контент может потом стать трендовым выстрелить и быть максимально полезным этот пример я показываю сейчас для тех кто до сих пор еще думает что ему не нужен youtube я еще раз не рассказывал ничего про села я рассказывал про контекстную рекламу рассказывал про то разные методы поиска баннерных сетей рассказываю сейчас про youtube и еще один вид трафика который однозначно вы должны использовать это конечно же email рассылка давайте коротко поговорим о многие ли из вас в своем бизнесе интегрировали email рассылки в свой сайт я имею ввиду не просто письмо спасибо за заказ мы с вами свяжемся а полноценные рассылки когда вы отправляете сообщение своей аудитории для того чтобы они получили от вас уведомление это может быть деловое сообщение это может быть предупреждение это может быть акционное предложение с подарком с чем угодно с промо кодом и это может быть там не знаю рассылка какого-то контента эксклюзивного для вашей аудитории но если вы этого до сих пор не делаете помните конкуренты это могут делать и в b2b сегменте я имею ввиду b2b сегмент email является ключевым фактором вообще на самом деле взаимодействия с клиентами у вас может быть абсолютно отвратительный сайт вас могут быть дохлые соцсети то есть вы вообще можете толком быть представлен только в справочниках и в каталогах но большую часть продаж вы держите за счет того что работаете исключительно по e-mail рассылки большая часть продаж за рубежом делается за счет e-mail и я вам коротко покажу что такое e-mail рассылка говорится глазами изнутри мы пользуемся частности сервисом e-mail рассылок mailigen он достаточно очень простой понятный нам он пока устраивает есть множество других сервисов mailchimp и тому подобное и все возможные e-mail и которые падают к нам базу данных они генерируются по разным спискам по спискам разных сайтов они собираются в разные списки затем мы создаем компании по которым мы рассылаем наши e-mail рассылки и создавая рассылку мы выбираем регулярную компанию если вам нужно разослать либо bts если нам нужно проверить эффективность здесь мы выбираем некое название рассылки заголовок с какого адреса будет отправляться и собственно дальше мы его генерируем ее говорится пишем полностью весь текст рассылки то есть и коротко например вот рассылка которая была пройдена недавно да можно посмотреть уже по ней по ее статистике следует понимать сколько человек открыла вашу рассылку сколько человек по ней кликнула сколько писем не дошло ну и конечно сколько же людей отписалась например многих действительно раздражает когда вас 10 тысяч отправок да всегда может быть кто-то кто отписался ваша цель очень важно отслеживать сколько процент открытия этих писем и отслеживать конечно же процент кликов сколько людей реально кликнули по вашему письму тоже очень важно эти цифры могут быть действительно разными они могут зависеть от темы которую письма вы написали от аудитории которую вы собрали вы могли собрать аудиторию допустим по одной теме не сегментируя рассылку получить совсем другие результаты но и таким образом рассылки они вот доходят по ним можно посмотреть статистику кто и смотрел кто и пользовался и тому подобное рассылки по умолчанию позволяет вам достучаться до нужного клиента а если они у вас еще настроены программистами не так как у нас вручную а программистом зависимости от того что он попадает в разные списки по разным датам рождения например можно уведомлять допустим когда у него день рождения предупредить подарок например автоматически или например они попадают в разные рассылки в зависимости от типов купленных товаров вы можете ага списке людей под товаром вот собираются вот эти имейлы и вот этим имейлом отправлять подарки связанные с тем что они купили либо напоминать через год об окончании покупки например вы хотите продлить гарантию на ваш продукт если вы продаете расширенную гарантию на товар а она допустим не было куплено множество трюков можно сделать при помощи обычных email рассылок более того можно пойти дальше и настроить не только email рассылки но и вайбер рассылки telegram рассылки но чаще вайбер вот используются рассылки для этих целей любые другие там ватсап мессенджеры либо обычные смс рассылки если вам нужно взаимодействовать с большим количеством клиентов то однозначно рассылки являются ключевым методом взаимодействия напрямую с вашей аудитории постараюсь ответить вопрос почему же вам все-таки не нужно seo прежде чем заказывать seo услуги изучите конкурентов проведите детальный анализ ваших конкурентов посмотрите как они берут трафик какие объявления они используют для контекстной рекламы допустим какие ключевые слова они используют для контекстной рекламы какие страницы у них продвинуты в топе все это можно посмотреть и вот сейчас вот мы сходим в ahrefs и посмотрим эти моменты почему иногда seo может быть не всегда полезным следующий сервис когда мы будем смотреть конечно же это ahrefs и в ahrefs мы посмотрим анализ конкурентов на примере сайта которого мы уже рассматривали то есть представим себе что это наш конкурент и нам нужно говорится с ним бороться и мы смотрим сейчас очень интересную ситуацию да сайт который вот вообще по seo толком то так и сказать и не продвигается он попросту этого не делает а если и делает то делал это когда-то давно огромное количество бэклинков всего лишь из 265 доноров то есть можно посмотреть сколько он доноров делал какие он доноры делал ну и конечно же посмотреть как он продвигался например любыми методами то есть единственный момент что ahrefs это не самый быстрый сервис но как я рассказывал на вебинарах у него есть классная штука вы можете всего за 7 долларов купить 7 дней и бесплатно активировать себе еще дополнительных 15 дней так что на карантин вам времени хватит изучить всех ваших конкурентов ну и конечно же можно посмотреть откуда он берет трафик из каких собственно сайтов можно видеть что он гнал трафик через картинки которые были ссылкой и вели собственно на его сайт то есть тут и вина на были вижу на профильные ссылки и тому подобное но не скажу что это какие-то сверх правильные методы продвижения если одна ссылка на домен и посмотрим какие ссылки же ему дают действительно результат работает конечно ахрев не всегда быстро вы должны спокойно быть терпеливыми когда работаете с сайтами он в этом плане не самый быстрый но можете изучить каждую ссылку конкурентов посмотреть откуда он ловит свой трафик как мы видим здесь есть всевозможные сервисы которые дают ему ссылки какой-то сервис отзывов еще аналогично сайте ну в общем не буду вас утомлять в окрепсе можно посмотреть бы клинки откуда они сделаны возможно даже списаться с авторами если есть возможность поставить свои дела ручками где заплатить за рубежом это понятно делается все очень просто и понятно по типу ссылок вы их просканируете я рассказывал как сканировать ссылки в своем видео сел продвижение для начинающих так что не буду здесь повторяться это немножко утомит вас но в первую очередь что мы можем сделать это посмотреть топ страницы этого конкурента какие страницы он продвинул первую очередь и по каким ключам очень важно посмотреть какая страница по какому ключу у него лучше ранжируется и понять какие страницы у него ловит трафик а какие например продвинуты очень плохо то есть можно например посмотреть какие запросы у него продвинуты слабо то есть например находится не на первых местах и конечно же можно же попробовать продвигаться по ним почему бы и нет если вы по ним вы можете продвигаться по силам но некоторых запросов весь довольно таки высокая конкуренция если конкуренция безумно высокая то возможно продвинуться у вас тоже не выйдет вместе с ним следующий отчет который я бы смотрел конечно же это контекстный отчет и он находится здесь разделе платная выдача ключевые слова и можно попросту взять скачать его все ключевые слова по которым он наиболее вероятно показывался в рекламе и на какие страницы он вел отчет делается здесь нажали скачали получили отчет конкуренты ключевые слова страницы ключевые слова если потом просто заменить его страницы на ваши страницы оставить его ключевые слова ключевые слова для компании готовы теперь вопрос где взять объявление едем дальше все куда проще заходим в рекламу и видим его объявление вбивая соответствие его страницы его объявлений делаем google ads рекламу например в нашем сервисе вот сейчас сойдем наш сервис google например если закинуть потом в итоге ключи страницы и в нашу утилиту генератор объявлений google ads ссылочка на то как пользоваться утилитой будет в описании ролик записывала моя коллега и здесь если вы все сделаете вы просто можете взять под ключевые слова сразу создать компанию здесь у нас другой пример это я показываю пример по другому сайту и залить компанию непосредственно себе просто в google ads editor и эта компания google ads editor зайдет в том виде как она есть вы просто нажимаете копировать зайдете в ads google ads editor и вставите результат просто в один клик то есть использовать чужую компанию вы можете прямо сейчас вам нужен всего лишь ахревс и вот эта утилита это абсолютно сейчас утилитка бесплатная но ахревс понятно платный кому нужен можете тоже к нам обратиться любую компанию можно адаптировать при помощи этой утилиты себе вам всего лишь нужны ключевые слова его тексты объявлений и страницы на которой он ведет свой трафик все как вы видите иногда можно просто с минимальными усилиями получить трафик не вкладываясь в seo продвижение поэтому мы всегда говорим что прежде чем заказывать seo обязательно обратите внимание все ли методы трафика вы использовали например анатолий занимается продвижением сайта seo tools tv он пробовал youtube он пробовал facebook и он начал пробовать linkedin и благодаря тому что он ведет на сайте seo tools tv свой собственный linkedin у него огромное количество подписчиков и если зайти на его linkedin анатолию литовского можно увидеть сколько же у него уже подписчиков на данный момент количество контакта у него уже зашкаливает за 7000 огромное количество лидов падает точно также на этот сайт если момент что сам linkedin не показывает сколько у тебя реальный человек есть такой минус да он показывает 500 плюс это есть такая особенность он скрывает но он имея 7000 прямых контактов которые взаимодействуют с его публикациями он получает то самое взаимодействие и непосредственно получает тех клиентов которые ему падают и seo tools tv за счет этого активно продвигается он выбрал эту трафик эту тактику продвигаться в одной соцсети почему потому что там с минимальными усилиями получает максимальное количество взаимодействий и максимальное количество продаж поэтому мы точно так же если вы проследите нашу историю мы работаем от youtube а они с контекстом потому что контекст мы проследили что в нашей нише работает очень плохо и действительно плохо работает в этой нише а youtube работает идеально если в этой нише которую мы сейчас изучали вот этих раскрутки мы видим что работает прекрасно контекстная реклама и работает баннерная реклама и seo идет в основном брендовая значит нужно уделять внимание именно этим каналам рекламы а не другим почему бы нет выбрать только единственный момент из всех выбранных каналов наименее конкурентный где действительно лучше вкладывать свои денежки а например для этого бизнеса это была германия какие ваши бизнесы пишите мне в комментах можем рассмотреть либо на чате пишите нам на сайте можем рассмотреть и действительно сформировать ту самую стратегию продвижения которая вам будет максимально эффективна возможно вы только-только начинаете свой бизнес и не знаете с чего двигаться или например наоборот потратили уже кучу денег и толком не продвинули свой бизнес поэтому я бы на этой ноте хотел бы остановиться и сказать что не одно seo продвижение двигает все сайты в поиске двигает множество других факторов и следует уделять в ним также внимание поэтому до новых встреч всем и не забываем подписываться на наш канал нажимаем на колокольчик и задаем вопросы конечно же в комментариях видео рядом я помню церковь м и церковь